Праздник для самых умных, подающих надежды и просто лучших из лучших. В столице сегодня собрались 250 талантливых школьников и студентов со всей страны. По сути, это начало еще одной новогодней традиции. Приглашать тех, от кого зависит будущее Беларуси в здании, уже ставшее символом государственности, Дворец Независимости. Место, где принимаются важнейшие политические решения и проходят судьбоносные переговоры, наверное, впервые сегодня было отведено столь неформальному событию. Яркая программа, игрушки и подарки – неизменные атрибуты новогодних дней. А победители школьных олимпиад, юные спортсмены, изобретатели, самые активные ребята сегодня получили уникальную возможность пообщаться с главой государства. В плотном президентском графике всегда есть место для встреч с молодежью, ведь именно от нее зависит, какой наша страна будет через десятилетия. А вот кому достался именной пригласительный и какие желания загадывает на президентской елке, расскажет Илона Красуцкая. Чтобы стать гостями Дворца Независимости, им пришлось поставить зимнюю сессию на паузу, проделать путь в 300 километров. И куда длиннее он из череды побед на республиканских и международных олимпиадах. 22 лучших студента Гомельской области приехали в Минск, чтобы встретиться с белорусским президентом. Чувствуется ответственность за такое масштабное мероприятие. И очень большая честь здесь быть, представлять не только университет, но и нашу область. Будущий учитель истории Николай Артешко профессию выбрал еще в детстве. О рвении к учебе говорит и участие в интеллектуальных конкурсах и научных конференциях. В прошлом году Николай стал степендиатом спецфонда президента по поддержке талантливой молодежи. Мой интерес в первую очередь направлен на изучение античной истории, истории древнего Рима, истории римской аристократии, если так уже более узко брать. В общем, эта тема очень интересная и меня она увлекла полностью, с головой можно сказать. Не успели гости разместиться, как девушки первым делом достали вечернее платье. Учитывая важные события, некоторые привезли сразу несколько нарядов. Я взяла с собой два платья, это зелененькое и розовое, скорее всего один розовое, но более праздничное, яркое, так скажем, запоминающееся и придает, мне кажется, хорошее настроение, больше элегантность. На протяжении четырех лет своей учебы я проделала большой путь в общественной деятельности, в научной и в учебной деятельности. Я имею высокие достижения по результатам учебы, также являюсь человеком, который посвящает, наверное, больше 50% своего свободного времени общественной деятельности. Вот подумать про вечерний образ у студента экономического факультета БГУ Матвея Шабулина времени особо не было. Накануне сдавал зачеты и экзамены. Как-никак сейчас в университетах горячая пора, зимняя сессия. Мы с первого курса с ребятами очень много на факультете возобновили, вплоть до курсов, помогающих ребятам из обучения. Кроме этого, ребята там начали кинопоказы проводить. Во Дворец независимости гости прибывают за час до торжества. Это время отведено не только для решения организационных моментов, но и небольшой экскурсии по статусному зданию. И зачастую журналистам приходилось примерять роль экскурсоводов прямо во время интервью. Конечно, сначала они немного стеснялись, держались вместе, но это скорее стиль интеллектуальной элиты, сдержанность и скромность. А после освоились. Сегодня во Дворце независимости можно всё. Наручена привычная тишина, камерность, никаких переговоров, ни слова о политике. Смех, танцы, музыка, веселье словом, никакого протокола. Символ белорусской государственности сверкает от их присутствия. Нарядные, одухотворённые, ими гордятся родители, близкие, учителя, преподаватели, друзья. В гостях у президента более двух сотен ребят. Студенты и старшеклассники, отличники в учёбе, спорте, юные изобретатели, стипендиаты спецфонда президента. Сегодня Дворец независимости в их распоряжении. Я, как будущий архитектор, оценила эту воздушность, именно этот свет, количество света. Мне очень понравилось, как много отражающих полированных поверхностей, которые создают этот эффект большого пространства. Когда я шла на архитектуру, моей идеей было построить что-то такое невероятное в Гомеле, ради чего люди потянутся туда. И это станет такой, ну, туристическим центром. Мы приехали в надежде увидеть что-то чудесное, и мы это увидели. Тут сказочная атмосфера, тут столько улыбок и лиц интересных. Это просто незабываемый опыт и интересно очень. Когда по телевизору его видели и даже проезжали мимо, это была сказка попасть сюда. И мы, наконец-то, эту сказку попали. Обычно здесь строгий дресс-код, но сегодня фейс-контроль прошли все. Вместо людей в строгих костюмах, роботы, ростовые куклы, по Дворцу независимости бегают кролики, собаки редких пород, новогоднее настроение создают несколько сотен артистов. А дискотека прямо в зале торжественных церемоний. Именно здесь проходит встреча всех именитых гостей. Здесь Александр Лукашенко приветствует глав государства во время официальных визитов. В этом зале проходила чествование наших олимпийцев и инаугурация президента. Наши ожидания оправдались и как бы оправдались в лучшую сторону. Поэтому сами впечатления, то, сколько было сил потрачено на подготовку этого мероприятия, очень радует нас и как бы хочется выразить огромную благодарность организаторам этого данного праздника. Первый раз я в Дворце независимости. Дворец очень красивый. Я думаю, что долго буду вспоминать этот день. Такой дворец – это только для приема самых высших гостей. Ну а тут такой шанс, и я думаю, что он выпадает не каждый раз и не так часто. В городе Бресте я представитель молодежного парламента в Пребрестском городском совете депутатов. Отличник учебы, староста группы, участник различных международных конференций, студенческих конференций в университете. Учеба – это, конечно, главное, но еще должно быть что-то, что идет с тобой по жизни. То есть для меня это друзья и общественная деятельность. Среди многочисленных дипломов и наград рядом они обязательно поставят свой именной пригласительный. А его действительно пришлось заслужить. И это не старание недели или месяцев, а нескольких лет. Зачастую им приходится делать выбор в пользу новых знаний, горы книг вместо прогулок с друзьями или других развлечений. Но среди наград, медали, аттестата с максимальным баллом, зачисление на бюджет и этот праздник. Ведь когда еще на вопрос приятелей, что делаешь сегодня, ответишь – еду в гости к президенту. Я выбрал инженера-конструктора, потому что мне очень нравится чертить и проектировать что-то новое. Я могу сделать жизнь человека более удобной, когда спроектирую какую-то деталь. То есть это может быть какая-то мелочь, но очень удобная. Также я могу проектировать детали автомобилей. Это очень перспективная профессия. Почему? Потому что в Беларуси хотят также разработать электромобиль. И в этом я, как инженер-конструктор, могу быть очень полезен для Беларуси. Когда нам сказали, что мы едем во дворец независимости, мы очень обрадовались, потому что мы никогда здесь не были, и это честь побывать здесь. Здесь такая атмосфера новогодняя, которой как раз хочется перед Новым годом. Мы, студенты МГУ, всегда говорим о перспективах, которые нас ожидают, о перспективах языка. И сейчас мы изучаем китайский язык. Все очень сильно хотят изучать китайский язык. Нам кажется, что это очень перспективно. На самом деле мы в этой области продвигаемся. Анна угадала с будущей профессии. Это стало понятно буквально неделю назад, после принятия декрета цифровой экономики. Выбрала профессию, связанную с IT. Первый проект — виртуальный тур по Гомельскому дворцу молодежи. А вот теперь реальная экскурсия по главному дворцу страны. Я делала виртуальный тур по дворцу, в котором я учусь. Это мой первый проект. Еще я делала роботов. Я создавала сайты по физике, на которых можно регистрироваться и решать задачи. Также я делала работы, связанные с историей Беларуси. Пока в зале торжественных церемоний звучали песни, проходили шумные мастер-классы и танцы, все это время на втором этаже работал глава государства. Особенно в последние дни уходящего года спрос на президента очень большой. Череда совещаний и переговоров буквально накануне визит в Москву. Но не зайти на новогодний праздник ребятам Александр Лукашенко просто не мог. Тем более хорошо известно отношение белорусского лидера к подрастающему поколению. Каким бы плотным ни был график, всегда найдется место для встреч в теплой атмосфере и откровенного диалога. Ведь это лучшая возможность без прикрас. Открыто поговорить о том, что радует, волнует, что сделано и еще предстоит. С гостями глава государства говорит на равных. Многим из них еще только предстоит сделать выбор, определиться с профессией. Другие его уже сделали. Через год-другой станут выпускниками. Они вовсю интересуются экономикой, политикой. У каждого есть свое мнение. Эта встреча хороший повод поговорить о важном с президентом в неформальной атмосфере. Развить умение слушать и слышать. Ведь им только предстоит принять знаковые решения в своей жизни. Для нас очень важно сегодня увидеть здесь будущих звезд, будущих ученых. Для этого мы создавали фонды талантливой молодежи по поддержке их, одаренной молодежи. И очень многие здесь сегодня присутствуют в этом прекрасном дворце независимости. Я уже сказал, что это новая традиция, которая будет вписана яркими, незабываемыми именами, буквами, цифрами в историю нашей страны. И вы знаете, любая страна сильна традициями. Пусть это маленькая традиция, но она останется. От нее уже не уйдет ни один президент, который придет здесь в это здание после меня. И та молодежь, которая после вас сюда придет, она всегда будет рада присутствовать в предновогодние праздники здесь, в главном дворце нашей страны. Я уверен, что кто-то из вас в будущем обязательно окажется в центре политической жизни. А это все-таки политическое здание. И это правильно. И может кто-то уже сейчас имеет хорошее намерение стать политиком. Но только учтите, надо очень много работать. И главное учиться. И самое главное, я всегда говорю это молодым людям, с которыми встречаюсь, делайте все вовремя. Будете делать вовремя, будете успешными. Каждого из присутствующих Александра Лукашенко в будущем хочет видеть в роли талантливых врачей, успешных бизнесменов, артистов, ученых. Главное не пасовать перед трудностями, ведь большие победы складываются из маленьких достижений. Говорил президент и о вечных ценностях, такой незаменимой важности человеческого общения, милосердии и любви к родной земле. Я бы хотел, чтобы все любили и ценили свою страну. Поверьте, вы молодые сейчас думаете, ну поеду в Америку, поеду туда на Восток, еще куда-то. Это тоже неплохо, если вы этого хотите. Но помните, здесь, только здесь вы можете состояться в полном объеме. Вы можете состояться как люди, потому что корни ваши зарыты здесь. Поэтому не торопитесь, попытайтесь найти себя здесь. Ну а если кто-то, уехав, получит знания там, помните, что вы родились здесь, вам надо вернуться, отдать долг этой земле и, получив там знания, сделать все для того, чтобы эта земля была краше. Но я советую вам найти себя здесь. Там нас никто не ждет. Там мы будем подручными. И из миллиона полчеловека или один человек наш Беларусь может там состояться как самостоятельная личность. Поэтому цените свой край, любите свою землю и помните, что на ней жить, как я уже сказал, не только вашим детям и внукам, это естественно, но и всем вам. В кулуарах масса тем для обсуждения. Многие продиктованы событиями от курса биткоина до вчерашних встреч президентов Подмосковья. Рассказывали о своих идеях, воплощенных проектах и, конечно, делились своими впечатлениями. Я как доброволец, я всегда езжу в консерванты по другим людям, как волонтер, в детские дома. И вот ты получаешь уже тем, что ты что-то делаешь для людей, какую-то отдачу. А здесь вот такой подарок. И всегда я мечтала побывать здесь. И это просто счастье для меня. Многие из ребят еще до этой встречи виделись и лично общались с главой государства. Например, презентовали свои проекты во время форума «Молодежь. Взгляд в будущее». Эти разработки применимы в медицине, строительстве, повседневной жизни. Поэтому сегодня для многих было как-то непривычно прийти с пустыми руками. Но находчивость и предприимчивость пригодилась даже здесь. Чтобы поддерживать связь друг с другом и впредь, в одном из мессенджеров ребята создали общий чат под названием «Наш идеальный Новый год». До сих пор активно делятся фотографиями, ссылками на фото и видеорепортажи и, безусловно, своими впечатлениями. А еще они непременно обещают вернуться. Когда закончат школу, университеты, найдут себя в профессии, мечтают снова оказаться в списке почетных гостей. И только на этот раз воочию увидеть зал государственных наград. Символично, где буквально накануне проходили участвования у лучших людей страны. Луна Красотская, Алексей Мартиненов, Юлия Токарь, Александр Горбачев и Виталий Хелявка. Агентстватель новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова